Строевая подготовка, рукопашный бой, стрельба из автомата, первая медицинская помощь, программа сборов. Занятия будут проходить пять дней. В Тотской военной части они организованы уже в четвертый раз. С каждым годом количество желающих увеличивается. Учащиеся и педагоги считают, что попасть сюда престижно и даже необходимо. Опыт военно-полевых сборов – идея не новая, но для студентов-техникумов их проводят только в нашей области. В Министерстве образования области уверены, что такой опыт полезен. Из 500 человек начали, сейчас 1240, и постараемся вот это число увеличивать. Ну и, понимаете, командиры даже, вот частей, где мы занимаемся, остаются удовлетворенными. По крайней мере, я разговаривал с командиром антирелистской бригады, и он после вот этих 10 дней сказал, что у каждого из этих ребят он с удовольствием взял себе в часть. Попасть на сборы могут только лучшие студенты. Денис Лысенко участвует второй раз. Твердо решил получить профессию военного. В армии учат не только держать оружие, в первую очередь – это дисциплина и командный дух. Обязательное для каждого мужчины, ведь каждый мужчина должен быть смелым, мужественным, а армия как раз перебивает такие качества человеку. Подъем в 7 утра, изучение боевой техники, занятия на плацу – обычное дело для солдата. Для курсантов здесь тоже нет послаблений. Живут юноармейцы в казармах и по распорядку. Даже кровати заправляют по нормативам. Устав и устройство автомата теперь знают на зубок. Техника действующая, боевая, заряды холостые. Офицеры требуют от курсантов четкого исполнения приказов. Относятся к ним, как к настоящим солдатам. Педагоги признаются, не всегда удается добиться дисциплины. Это как раз то, что нужно нашему молодому пополнению. Потому что здесь они видят то, что мы не можем им объяснить в кабинетах. Военно-патриотические сборы – это еще и соревнования между образовательными учреждениями. Каждый хочет стать лидером. Тем более, что стимул есть. Самые лучшие студенты примут участие в параде победы в областном центре. Победитель личного первенства получит квадроцикл. Аналогичные сборы для руководителей средних образовательных учреждений пройдут в начале мая. Потом на очереди девушки-студентки. Для них уже готова форма. Ольга Энгельс, Константин Воробьев. Новости дня.